здравствуйте мои хорошие вас рада приветствовать на нашем видео уроке сегодня летний день и я предлагаю нарисовать вот такой вот картиночку вот такая у меня есть фотография есть такое ну как секретик если вы хотите что-то рисовать можно смело искать в интернете любимые картинки скачивать их распечатывать потом вдохновляясь на картиночки смотреть и рисовать это очень удобно также можно на планшете ну так вот сегодня предлагаю рисовать лето вот такое поле цветущее небо большое в итоге у нас получится что-то такое волшебное эта картина подарит вам огромное небо чудесные облака все это мы с собой возьмем зиму так что давайте а если мы зимой смотрим это видео можно вспомнить закрыть глаза вспомнить это чудесно искрящийся лето и нарисовать такую картинку рисовать легко и просто даже особенно тем кто вообще уже не рисовал 100 лет берем кисточки берем краски любые просто берем даже у детей и рисуем смело спокойно по шагам все буду рассказывать не торопимся если вы будете по видео где-то что-то не успевает ставьте на паузу потом продолжайте все буду рассказывать ну что ж давайте начнем я вам желаю успеха первый наш шаг мы берем большую кисточку можно даже взять еще побольше даже вот такую вот почти что строительную и просто наносим в любом направлении грунтуем холстик белой краской вот так вот смело весело даже вот у меня холстик немножко а я рисую не на холстике а на картоне грунтованном таким вот образом покрываем все размашисто в разные стороны сделали грунтовочку для чего нам грунтовочка нужно мы сейчас будем наносить уже красочки и краски будут смешиваться с белым цветом лучше будут ложиться в общем то как основа делаем белую основу значит что мы сразу можем сделать это отметить нашу линию горизонта берем синюю краску чуть-чуть синенького даже с белым я сделала голубой цвет и в данном случае я повторяю как на картинке одну треть одну треть и вот такой бугорок здесь можно чуть даже по утрировать вторая волна вот как то так получается мы отметили нашу нижнюю часть землю теперь займемся небом смотрите внимательно я сейчас рисую по шагам вы можете смотреть как технически делается но расположение вас по-своему может захотите посредине может быть захотите сделать больше земли и меньше неба или же наоборот еще больше неба почувствуете свои внутренние потребности желания и доверьтесь и действуем ну что молодцы как мы делаем фон очень удобно вот так раскидали в синенький хорошо даже два цвета иметь синих вот у есть вот такой изумрудники прям я здесь сделаю так раскидаю беру белую краску много-много беру вот столичком вот прям добренькая раскидали сюда и поехала вот такая вот возючка 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 обратите внимание если мы сейчас будем упорно все перемешивать упор на то весь свет превратится в однородный цвет что-то средне вот если мы все делаем 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 вот видите будет однородный цвет на это не нужно нам нужно как раз вот такие естественные заплывы естественные и тот же я сейчас делаю эффект облаков прям вот так вот добра добра красочку кладу значит что хочу я вам посоветовать и мы на наших картинках используем очень много белого просто ну реально не на покупаешь его дорогой акрил в магазине гуашь тоже так если бочонками то рисовать я покупаю на строительном рынке просто белую краску без запаха белый акрил и его можно рисовать и с гуашью и с акрилом ну вот уже примерно как-то так сейчас у меня немножко синевы пропала я чуть-чуть сюда добавлю еще синевы вот видите как сразу пошло у отличное небо где-то вот здесь какая-то синева понасыщение чуть здесь тоже проявляется отлично и старайтесь не делать одинаковых движений вот это нам не нужно вот получится ведь одинаковые что-то одинаковое делаем хаотичником ошибок нашим нашей техники быть не может даже если что-то нам не нравится мы берем и перекрываем нужным цветом хорошо давайте пусть пусть у нас небо подсохнет и мы уже наглядно посмотрим что как может быть нужно может быть и не будем править мне нравится реально прям облака воздух все уходит супер две минуты небо готово быстрое рисование наше время клипового мышления быстрое рисование это то что надо я конечно же также рисую маслом там мы так быстро не будем рисовать в масле но это тоже полезно соединять эту технику и масляную живопись но по крайней мере у меня так так ла-ла-ла я забыла вам сказать что мы сейчас переходим к траве к земле значит наша задача сейчас на переднем плане сделать темно-темно зеленый темный зеленый или просто зеленый мы добавляем синего и у нас получается насыщенно темно-зеленый теневой такой на переднем плане всегда все очень контрастно на дальнем плане у нас как все все как-то в дымке сейчас я беру немножко нанесли на переднем плане перейдем сейчас на дальний будем их встречать на дальнем плане я беру больше белого чуть зелененького такой знаете мятненький цвет еще больше белого и как-то так вот там у нас бугорки бугорки в такие вот данном случае рекомендуется рисовать вот таким вот образом вдоль по горизонтали так как вдалеке все как-то у нас сближается в общем то вот так вот интереснее смотрится что это вот чем ближе тем понасыщеннее зеленый что-то среднее между темно-зеленым и дальним цветом средненько вот хороший такой ярко зеленый есть цвет если у вас нет такого цвета берите просто зеленый с желтеньким получится такой салатовый больше вот так вот ну что такое ну что ж смотрите вот и наша как сказать земля на которой многотравье просто все 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 готово сейчас мы будем перейдем уже где данным к дереву и к цветам значит я кисточку беру маленькую тоненькую вот такую можно взять кисточку это троечку можно взять еще тоньше это что у нас единичка или ноль ну в общем то возьмите какие-то тоненькие кисточки и и сейчас мы покажем дальние деревья дальние деревья они тоже не темные но чуть потемнее чем вот это наша вот как-то так вот чуть с коричневым все достаточно сейчас мы найдем местечко для дерева предлагаю сделать одну треть где-то вот здесь вот деревца вот так одну треть примерно пусть будет где-то здесь деревца так намекнулась намекнула на ствол сейчас я беру кисточку сейчас покажу желательно вот такую вот такую щетиночку хорошо взять видите вот она такая растопырчатая сейчас нам это будет на руку так зеленый я сделаю сделаю делиться побольше чем у меня на фотографии и вот так вот так вот видите у меня здесь красочка ее можно стереть или салфеткой или лопаткой чтобы она нам не мешала можно подсохнуть подождать пока подсохнет но я вот так вот сделаю и накидываю значит на дереве у нас должны быть нижние теневые сверху у нас вот так я красочку удаляю лишний даже без воды просто перехожу на другой цвет сверху у нас по желте и по зелене и вот так вот можно чуть-чуть желтенького теперь пройтись вот здесь вот больше белого потому что это вдалеке у нас отлично что у нас как бы сейчас можно перейти будет к цветам сейчас еще вот такая техника вот на макая 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 сейчас я подправлю ствол из коричневый можно веточки показать теперь мы переходим на красный цвет опять берем нашу щетинку я ее помыла высушила или новую можно взять в красный цвет и сейчас важный момент самое главное помню вдалеке у нас точечный и маленький-маленький где-то просто даже ли не на такие очень красновато чуть с белым значит вот чуть беленьким уже как будто они дальние видите кисточку просто примакиваю и отпускаю примакнула отпустила здесь они прям полосочками идут где-то одиночные кисточку на бочок сделала много-много-много накидываем значит следите чтобы у нас не было одинакового шага что такой одинаковый шаг а это вот что и интересно что мы подсознательно так и рисуем это вот это вот видите следочек кого-то кто-то прошел делаем хаотично следим чтобы этого не было а ведь так хочется через одно и то же на расстояние нанести знаете как заполнение идет и вот такой квак-вак-вак-вак-вак-вам опять-таки не старайтесь заполнить все полностью где-то их много маков на переднем плане они побольше поярче а где-то их мало хорошо сейчас можно взять желтый цвет желтый плюс белый получится вот такой салатовый и как-то вот в таких моментах немножко показать такой цвет особенно вдалеке кисточку чуть побольше возьму вот эту так хорошо пусть пока там все сохнет чтобы мы не смешиваем мы сейчас посмотрим что у нас еще осталось вот здесь вот у нас видно прям такая вот коп на трав и мы сейчас ее покажем вот таким вот образом так как у нас там темно-темно-темно-темно насыщенный такие травки на на этом фоне будут видны так как они будут рисоваться более светлыми более яркими цветами мы потом самом конце сейчас пройдемся много много ромашек здесь очень еще важный момент нам чтобы показать цветочки чтобы они вписались хорошенечко мы берем белую красочку на на маленькую кисточку и вот особенно поле пинчиком по этим где-то так вот точечками сделаем блики опять-таки сильно не прорисовываем чуть-чуть покажем там вся видите с белыми бликами сразу как-то вот все вписывается что он появляется и свет и объем наша техника вот быстрого рисования она в общем-то просто понятно и мы можем сложную картину рисовать вот такими простыми вот способами эта техника хороша для начинающих и также она хорошо хороша для любителей для тех кто реально рисует тем что ты на этих картинах просто реально отдыхаешь нет такого сильного напряжения точно попасть в цвет точно попасть в рисунок и ты в общем-то так легко легко непринужденно создаешь картины и потом знаете вот это точно с феномен работает и потом когда ты берешься за сложную картину например маслом и как-то она после этой техники очень легко нам дается так что пробуйте ну что молодцы молодцы сейчас нам нужно нанести много-много ромашек а ромашки это у нас белый цвет с легкой желтиночкой ну очень легкой почти что белый по ромашкам та же схема на переднем плане они побольше на заднем все меньше и меньше а потом даже как-то сливаются сливаются этот момент вы учтите обязательно потому что если вы нарисуете там крупные белые пятнышки то это будет дисгармонично что происходит в такие моменты мы смотрим на картину и нам она не нравится и не поймем в чем дело а вот такие вот вещи они создают такой знаете внутреннюю дисгармонию ты не понимаешь что-то не то что-то не то так что следим здесь ромашки вот такие вот если хотите даже можно серединочки туда желтые закидать на переднем плане на некоторые видите сразу понятен эффект о ромашке и тогда все остальные вот эти вот точечки они тоже понятно будут что это ромашки с легкой желтинкой если смотрим переборщили можно в другой стороной кисточки что-то лишнее хоп убрать или просто даже этой кисточкой раз и зелененького там сделать ну так на всякий случай вдруг захотите что-то подправить но опять таки обратите внимание картина наша в легком стиле вот здесь не надо точно что-то такое там прямо уж прорисовывать здесь больше как настроение как игра цвета и символические такие вот рисуночки ромашки вот такие вот кружочки желтой серединочкой хотите можно сделать какую-то крупную ромашку очень крупную на переднем плане опять желтую серединочку да и по беленьким тоже по макам можно чуть-чуть пройтись сверху белым пусть он даже будет прозрачным это хорошо смысл в том что они не просто красные пятнышки будут а с белыми бликами сверху посмотрите на свою картину если видите какие-то пустоты например и вам кажется что-то не то туда можно тоже нанести опять-таки ромашек можно носить много вот по нашему картинке можно к ромашек набрызгать набрызгать ромашек я сейчас вам покажу как это делается легко и непринужденно берем беру другую кисточку чтобы мне это не мать вот опять такую же щитинку возьму побольше белого если он слишком у нас густой чуть с водой хотите потренируйтесь сначала на бумажке и вот таким вот образом вот то что нужно вот они брызги все сразу забликовала и ромашки будто бы это и блики и вот даже вот такие разброски они только нам на руку так можно в принципе пройтись по всей картине мне нравится вот это вот знаете такая какая-то смелость который порой нам так не хватает в творчестве вот это смелость и оригинальность она как раз и многих покоряет беленького чуть-чуть желтеньким белый чуть-чуть желтеньким ой ну великолепно и вот в принципе наша картина и готово даже если вот эти капли какие-то капли ну их немножко важно обойти но не увлекаемся не увлекаемся чтобы как бы не портить нашу уже картинку готовую знаете тоже наше правило вовремя остановиться вот пусть будет даже недосказанность чем перебор можно взять тоненькую кисточку подписать в уголке свои инициалы это украшает всегда картину можете их потренироваться написать сначала на черновичке тоненькая кисточка красивенько так инициальчики рм я поставлю можно год поставить ну вот и ваш шедеврик готов прекрасная картинка поздравляю ой у меня тут еще оранжевенькие есть можно было бы в маке да и оранжевый тоже чуть-чуть вот прям вот знаете вот так вот сверху просто игра цвета сразу хороша пошла по желанию можно не делать вы знаете это можно долго нам все здесь увлекательно делать но наша картина быстренькая хотите продолжайте а я сейчас уже останавливаюсь мне все нравится легко не было реально воздушное как мы его сделали даже больше к нему не возвращались мне она устраивает в принципе ну еще если уже говорить по улучшению можно чуть-чуть добавить в небо например пальчиком чуть-чуть желтоватеньких бело-желтого или бело-оранжевого ну совершенно немножко для теплоты это знаете что когда солнышко светит на облака вот этот вот желтый он тепленький где-то там может быть ну опять тоже давайте будем не увлекаться исправлениями какими-то вовремя останавливаемся я сама себя уже уговариваю и вас заодно все достаточно правда хорошо добавили немножко все отлично поздравляю вовремя и 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 Субтитры создавал DimaTorzok